дорогие друзья сегодня у нас на канале будет усовершенствование небольшой такой такая прокачка прицепа прицепа для перевозки байка именно вот такого прицепа прицеп для транспортировки мотоцикла предназначение вот такой значит мотоцикл из этого прицепа падает несмотря на то что здесь вот несколько три точки крепления байка но мотоцикл все же падает сюда крепится колесом этого недостаточно я думаю если вы смотрите это видео значит у некоторых людей была такая проблема или же осталось и вы хотите это решить значки в этом видео мы сегодня будем делать специальный фиксатор колеса ловушка колеса также здесь установим сделаем подставку подставка будет универсальное крепление мотоцикла то есть будет для это спортивный мотоцикл либо кроссовый либо классический или советский неважно также мы переделаем вот этот вот ковш вот эту вот рельсу для того чтобы мотоцикл было удобно закачивать в принципе это для этого сделано чтобы удобно было его сюда скажем так помещать но очень неудобно вот эти вот болты постоянно надо гайку откручиваем а болт выпадает и это занимает дополнительное время и неудобство а снизу это все в грязи и очень удобно это все делать прежде чем приступить к работе прошу поддержать канал лайком подпиской у кого есть вопросы спрашивайте комментируйте ну а мы начинаем поехали как всегда мы под накинули немного инструментов значит ровно на тысячу гривен это у меня получилось закупиться то есть мой бюджет который мы будем это все интегрировать это вот такие вот болты шайбы болты крепление лак краска специальный силикон вот такой вот бронелист специально покупался для того чтобы будет делать такой вот желобок для крепления колеса для ловушки и вот такой вот профиль профиль специально покупал сейчас покажу для чего для крепления мотоцикла то есть универсальное крепление продемонстрируем нам надо чтобы было виду выдвижная часть вот так вот профиль один входит в другой отлично входит и все нормально будет работать это немножко спасет конструкции но и тем самым даст ему прочность и вы почему же я поехал и купил вот такой вот лист все очень просто поехал я сначала на металлобазу то есть где продаются новые листы новый профиль новые угольники так дальше или швеллера по факту там вот такой вот лист ну дерьмового качества некачественно скажем так сделано и цена ну просто убийственная было принято решение съездить на металлоприем то есть где металлобу у нас продают из какого-то старого сейфа шкафа как бронированный и толщина его приличную скажем так в пределах нормы так что я думаю вот этот металл послушать нам лучше чем даже сейчас новый помощник человека у нас сегодня это будет друг лопата значит что мы делаем теперь теперь мы берем вот на эту сторону переходим смотрим каждый раз когда надо спустить мотоцикл или закатить его на прицеп мы откручиваем кучу вот эти вот болты это очень неудобно сделаем это немножко попроще и с быстрым доступом и плюс вот эти болты еще выпадает здесь постоянно грязь мокрая и так дальше переделаем вот это сейчас берем ключи откручиваем вот эти вот болты сейчас немножко протюнируем сначала думал прикрутить вот такие вот кронштейны они в принципе были бы даже дополнительным дополнительной точкой опоры или фиксации мотоцикла но в данном случае сделаем либо же такое либо такое укрепление пластиковое очень удобно будет вручную даже откручивать сейчас посмотрим одинаково не здесь диаметр мне кажется что нет не одинаково сейчас проверим надо хорошенько там зачистить рассверлить диаметр здесь будет побольше болтах шпильки рассверлим отверстие и привариваем снизу привариваем шпильку ровненько аккуратненько фиксируем гайкой смотрим все покажу думаю это не будет проблемой но все же я взял вот такой старый советский полку так стороны сейчас делаем отверстие отверстие может будет 10 минут точно будет очень очень плотно я сказал у нас сегодня с помощника это только лопата которая держит наш прицепт нам надо сейчас будет приварить сюда шпильку то есть наши вот этот вот болт помочь нам придержать некому значит вставляем сюда нашу шпильку болт дальше берем вот этот вот кронштейн вот это вот ухо и зажимаем корпусу максимально плотно уже придержит болт и сварка будет намного лучше копаться посмотрите уже намного проще без ключа откручивается вот это вот ухо монтажная куда лучше будет откручиваться барашек пластиковый здесь все надежно я в своей работе уверен вот такая вот конструкция у нас снизу дальше сейчас мы опускаем наш прицеп делаем отверстие потому что мы еще здесь не расширяли в нашем трапе и монтируем наш трап на новое место и прикручиваем барашками нашими пластиковыми раз четко но четко все с этим готово дальше можно вот такими вот монтажными ушками закрепить очень быстро качественно надежно можно вот такими вот пластиковыми ушками закрепить предварительно мы сможем это все специальным силиконовой смазкой она на морозе не замерзает и будет намного лучше прочим так согласитесь согласитесь удобнее вот 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 все зажал все супер напишите в комментариях какой крепления вам больше нравится вот пластиковый барашек а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, дальше у нас идет уже чуть посложнее Добавил субтитры DimaTorzok 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 А все в конце заделается шлифовочным кругом Будет идеально ровная конструкция Ну, может быть, и не такая уж Идеально ровная Но, поверьте мне, мотоцикл ваш держать будет прекрасно Вот уже спустя минут 40 Все аккуратненько проварили Нет ни в них нету про свету Послушайте сам звук Цельнометаллическая конструкция Вот такой со стороны вид имеет под колесо еще полностью даже не остыла вот колесико подъехала вот смотрите как она четко сюда в паз встает он буквально резина обжимается вообще отлично просто супер цепляет достаточно хорошо цельная металлическая конструкция будет ставиться на цельный корпус корпус будет из двух уголков вот таких вот больших эти пройдемся по размерах пока еще не забыл вот это вот центральная шина вот это вот металлическая она ширина я 6 сантиметров 6 сантиметров от нашей ширина высота 57 сантиметров 57 ширина лопасти получается куда колесо будет вставать 15 сантиметров также 15 и здесь тоже 15 высота так ровно 30 сантиметров а здесь высота 25 сантиметров вот это друзья и все размеры которые применялись дальше наверное следует сказать развал вот этот вот 15 сантиметров 15 сантиметров и здесь 14 сантиметров я еще думал здесь даже немножко еще на сантиметров сузить это посмотрим уже финальном результате если этого будет недостаточно когда сниму и уменьшим подогнем немножко так пришло время сваривания нашего корпуса куда же все будет крепиться и сам корпус также будет крепиться в принципе к платформе поэтому сейчас наживили вот здесь хорошенько прошли со всех сторон перед этими шлифовочным кругом все все швы хорошенько проделал для того чтобы лучше сварной шел так проваливался ну и приступаем к свариванию по краям сделать по краям сделали вот такие вот треугольники небольшие специально до нашего уловителя будет устанавливаться сюда а вот эти вот ушки будут подгибаться приварили нижний элемент вот получается дно теперь чтобы она в липу скажем так поместилась в нашу удочку потому что здесь очень все плотно надо это все края хорошенько зашлифовать шлифуем вот таким вот образом уже выглядит на своей платформе уловитель колеса вот он отлично сюда встает колесо даже вот здесь в верхней части она прекрасно фиксируется так мы проварили хорошим швом сверху и снизу получается здесь и здесь и так сама с другой стороны для фиксации колеса взяли вот такую пластину вырезали показываю специально потому что позже будет сложнее объяснить значит ширина 20 сантиметров длина 40 сантиметров на полпути делаем надрез 1 надрез 2 полный надрез сквозной делаем небольшие вот бортики здесь 6 сантиметров и здесь 6 сантиметров это для того чтобы было проще сейчас сделать такой вот ковш вставляем в тиски и делаем что взгибаем получается вот эту пластину делаем такой ковш это фиксация колеса а с другой стороны будет привариваться часть своей трубки и внутри будет еще одна трубка будет выполнять роль втулки и на шпильке на такой вот шпильке будет вращать вращение то есть фиксация колеса сейчас это я все делаю и собираю и в конце покажу как она все будет работать мы сделаем вот такой вот отверстие ползунок такой болгарочкой пропилили здесь сверху снизу по сторонам сварка сварка электродом прожгли как насквозь под 250 антар и получилось вот такой вот отверстие это для того чтобы вот этот ползунок который будет возможность под нужный я колеса пришло время вот эти вот острые углы срезать сделать их чуть получше сейчас может вот так вот острые углы надо срезать берем картонку берем нужный примерно угол который нам надо верхняя плоскость должна упасть и немножко боковой вот так выставили на картонке отрезали что лишнее и теперь размечаем на металле с другой стороны нужно точно также сделать и чтобы это все было ровненько красивенько ничего не переворачиваем просто берем так вернуть на другую сторону получится точно такой же вырез это такой лайфхак как сделать ровный ровное закругление значит уловители колеса а тут полностью на сто процентов осталось только покрасить значит фиксатор колеса вот он который будет фиксировать сейчас мы его будем доработать убирать острые углы и уже крепить на нашу платформу смотрите результат будет она вращаться фиксировать за счет стулочной системы вот это вот труба металлическая на внутри хватка а значит я взял я вот такую пластиковую трубу если нет не ошибаюсь 18 гендер она четко сюда стоит вообще идеально и внутрь будет фиксироваться шпилька то есть вот этот будет вращаться просто на вот этой вот пластиковой втулки абсолютно ничего страшного нет этого более чем достаточно тем более со всех сторон это очень крепко и ужмется шпильки а сюда внутрь специального технического солидова набьем и будет вообще бомба сейчас срезаем вот эти уголки все все было ровненько красивенько гладенько шлифуем вот это убираем вот эту дырочку ну и устанавливаем и устанавливаем уже на корпус то есть на наш прицепик и смотрим результат что же у нас получилось для разных колес вот например мы имеем колесо когда мы заезжаем на прицеп заезжаем ну понятное дело это будет все фиксировано потому что у меня еще сейчас нет новой айтема это не проблема сегодня никакая колесо движает все четко фиксируется четко еще просто не прикручивается сама вся конструкция будет размещена вот в передней части прицепа будет желтая крепится самой раме прицепа и в принципе устойчивость мотоцикла увеличится в разы ровно от предыдущего кадра который вы только видели прошло ровно две недели у нас были морозы ужасные морозы ну как для нашего региона почти до 20 градусов доходил доходил отметка и вот опять возвращаемся к работе к нашему прицепу сейчас мы ставим уловитель колеса примерно как примерно мы сейчас все четко отметим точнее здесь уже все отмечено вот все сделано ставим уловитель колеса у меня есть вот такие вот два кронштейна мы сделаем чтобы было еще здесь вот такое крепление здесь и с другой стороны тоже для чего это нужно покажу смотрите все увидите это будет для того чтобы как жестко и надежно закрепить мотоцикла на прицепе и 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другой DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Дорабатываем 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 И смотрим результат У нас есть по центру Вот такая вот шпилька Если заезжать сюда мотоцикл Ее очень просто колесом Скажем так объехать Чем объезжать вот такую вот Скажем Конструкцию Суть этой конструкции Следующая Когда мы заехали в мотоцикл Это сейчас только теория Дальше будет Когда мы заехали в мотоцикл Зафиксировали колесо Мотоцикл никуда не делится Ну то есть В стоячем положении Скажем так спокойно Когда мы еще никуда не едем Можно поставить мотоцикл Он уже не упадет Уже проверено Дальше Вот мотоцикл Берем вот эту вот конструкцию Это все делается очень просто Сейчас просто я еще одну руку снимаю Вот Все Балтик на 13 Зафиксировали Дальше Когда мотоцикл подъехал сюда Что мы делаем Вот две направляющие Вытащили Подвели Зафиксировали В нужном положении Например Ну вот так вот Дальше Когда мы вжимаем мотоцикл Стяжками Он рамой Сюда Идет упор рамы И мотоцикл уже никуда не девается Если Это другой мотоцикл Скажем так Не тут кроссовый Что не Honda Что у меня сейчас стоит Например Будет из Юпитера А у Юпитера Рама другая Чуть шире Делаем Вот так вот Он рамой сюда садится Жестко крепится Точно так же и с Минском Под который у меня стоит Это универсальное крепление Также Универсальный Уловитель колеса Он регулируется По диагонали Колеса Значит с этим Разобрались Практически Все готово Сейчас Заезжаем мотоциклом И пробуем Закрепить мотоцикл На прицепе Прицепь Универсальный Используйся Универсальный Парни Смешив Парни Используйся Универсальный Скажем Универсальный снимаю специально одним кадром чтобы было видно и понятно все работает четко на скользко вначале трудновато закатить его дальше смотрите никакой шрифт ничего не цепляет все четко красиво полностью колесо села на свое место да с этим понятно дальше установлен центральную платформу так заряжает наша подставочка открываем фиксатор поддеваем шайбочку здесь фиксатор на деле вытаскиваем опора отлично все супер стоит четко к сожалению не смогу зажать с поднимой зажимал ты фиксирует и фиксирую сейчас стяжкой проверяем качество как крепится мотоцикл не терять время крепится уже показал растяжки затянуты колесо на своем месте центральная подножка смотрите как вот хонда транзакт и еще еще какой-то мертвая все стоит на своих местах вместе с процепом только играть за счет вот этой центральной подножки крепления жесткость то есть вилка не так садится нагрузка себя не на вилках а на раму но еще задних растяжек нет задней растяжки обязательно вот так вот вот так вот Моя ладонь превратилась в улак И если есть мурок, дай я ладня Вот так Солнце моё, гляди на меня Моя ладонь превратилась в улак И если есть мурок, дай я ладня Ну что, вот уже у нас следующий день Прицеп вчера уехал Поздно вечером мне заказчик отзвонился Сказал, что всё нормально, всё хорошо Значит, что хотелось бы сказать Что данная система крепления мотоцикла На прицепе, то есть на растяжках и с уловителем колеса Будет эффективной Посмотрим, покатаемся, поездим Увидим, как будет держать данная система Но в данном случае 4 растяжки Это всё же лучше, чем... А, и подрамное крепление Подрамник такой Это всё же лучше, чем на несколько растяжек И на лапке, на центральной подножке Ставить мотоцикл Друзья, кому было интересно Подписывайтесь Будет ещё много интересной информации на канале Подписывайтесь Не пропускайте новые видео Кому было полезно Просто ставьте лайк Подписывайтесь Всем добра Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok